здравствуйте дорогие зрители добро пожаловать на мой канал сегодня готовим невероятно нежный вкусный торт с вишней и апельсином начнем с приготовления бисквита и сразу все подготовим все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем через сито добавляем щепотку соли и хорошо все перемешиваем венчиком далее яйца помещаем в дежу миксера и высыпаем весь сахар сразу же ставим взбиваться до получения густой пышной массы я обычно взбиваю на седьмой скорости из 10 пока яйца взбиваются с апельсина снимаем желтую часть цедры правильно взбитая яично сахарная масса должна стекать с венчика ленивой лентой оставляя на поверхности след который не растекается в течение нескольких секунд теперь в растительное масло добавляем подготовленную апельсиновую цедру и часть взбитой яично-сахарной массы тщательно все перемешиваем до полного объединения ингредиентов важно чтобы растительное масло было без вкуса и запаха переливаем получившуюся смесь к остальной яично-сахарной массе и аккуратно перемешиваем лопаткой в два захода всыпаем сухие ингредиенты и замешиваем тесто перемешиваем вручную без миксера круговыми движениями снизу вверх делаем это очень аккуратно но быстро чем дольше вымешиваем тем хуже для теста это бисквитное тесто не должно стоять и ждать нужно сразу же распределять его по заранее подготовленным формам и без промедления отправлять на выпечку у меня два кольца диаметром 20 сантиметров которые я обернула фольгой чтобы тесто не вытекло смазывать маслом ничего не нужно я делю тесто на глаз но для более точного результата лучше воспользоваться весами отправляем бисквит в заранее разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем 25-30 минут на среднем уровне режим верх-низ не открывайте духовку первые 20 минут ни в коем случае готовность бисквита проверяем или шпажкой или нажатием на середину она не должна проваливаться свеже испеченные бисквиты лучше сразу перевернуть на решетку вверх дном чтобы они не начали оседать от резкого перепада температур теперь даем им остыть до той температуры при которой нам будет их удобно извлекать а затем снимаем фольгу и вырезаем бисквиты из колец убираем бисквита в холодильник в пищевой пленке минимум на 6 часов чтобы влага в них равномерно распределилась в идеале конечно оставить на ночь далее приготовим вишневая кули для прослойки первым делом замочим желатин в холодной воде и дадим ему полностью набухнуть я использую листовой желатин силой 160 блюм правила работы с желатином есть на канале в отдельном видео соединяем сахар с крахмалом и хорошо перемешиваем далее в ковшик переливаем вишневое пюре ставим его на плиту на средний нагрев и помешивая нагреваем до теплого состояния сильно нагревать пюре не нужно максимум до 40 градусов когда пошел легкий пар дождиком добавляем смесь сахара и крахмала активно перемешивая венчиком сначала масса помутнеет продолжаем активно перемешивать нагрев ниже среднего ковшик желательно с толстым дном чтобы ничего не подгорело в процессе уваривания смесь начинает густеть доводим до кипения и даем прокипеть буквально секунд 20 непрерывно перемешивая снимаем с плиты сразу добавляем набухший хорошо отжатой от воды желатин и перемешиваем вишневая кули готова для того чтобы заморозить полусферы будем использовать специальную силиконовую форму с ячейками у меня ячейки диаметром 3 сантиметра сразу устанавливаем ее на ровную твердую доску и разливаем горячие кули если у вас всего одна форма можно замораживать по очереди замороженные полусферы извлекаем из формы и перекладываем в контейнер снова убираем в морозильную камеру до момента использования готовим апельсиновое кули соединяем сахар с крахмалом и хорошо перемешиваем в ковшик с толстым дном выливаем процеженный свежевыжатый апельсиновый сок и на среднем нагреве плиты нагреваем до теплого состояния до тех пор пока пойдет легкий пар добавляем смесь сахара и крахмала и быстро хорошо размешиваем сначала масса помутнеет продолжаем активно перемешивать и когда довели до кипения проварим еще секунд 20 активно перемешивая и апельсиновое кули готово снимаем с плиты переливаем его в отдельную емкость накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть сначала до комнатной температуры а затем убираем в холодильник до момента использования готовим крем для прослойки все составляющие для крема должны быть холодными сразу все соединяем в емкости в которой будем взбивать творожный сыр жирные сливки и сахарную пудру если в пудре есть комочки то ее нужно обязательно просеять добавляем апельсиновое кули и начинаем взбивать сначала даем ингредиентам объединиться на небольшой скорости а затем включаем скорость побольше и взбиваем до получения плотного и матового крема чтобы цвет отражал свой вкус можно добавить немного пищевого оранжевого красителя вот такой крем должен получиться в результате он матовый плотный и хорошо держит форму перемешиваем крем силиконовой лопаткой до гладкости закладываем в кондитерский мешок и можно приступать к сборке торта бисквиты полежали влага равномерно распределилась теперь каждый бисквит разрезаем на две равные части любым удобным способом бисквит получается пышный очень мягкий влажный и не нуждается в пропитке на крутящийся столик кладем нескользящую подложку затем укладываем одноразовую подложку для торта и устанавливаем раздвижное кольцо для сборки с пленкой укладываем первый корж затягиваем кольцо по диаметру коржа и фиксируем все получившиеся замороженные полусферы из вишневого кули нужно разделить на три слоя и теперь укладываем замороженные вишневые полусферы прямо на бисквит до края должно оставаться приблизительно 3 сантиметра сверху наносим крем заполняя все пространство между полусферами и слегка разравниваем кладем следующий бисквит и таким образом собираем весь торт верхний корж укладываем гладкой стороной вверх и слегка прижимаем сверху накрываем пищевой пленкой и убираем торт в холодильник на ночь у меня прошла ночь торт отстоялся и можно приступать к приготовлению крема для выравнивания и для кремовых шапочек я готовлю крем-чиз на сливках сразу все отмеряем чашу миксера в которой будем взбивать все составляющие для крема должны быть холодными сначала даем ингредиентам объединиться на небольшой скорости а затем включаем скорость побольше и взбиваем до получения плотного и матового крема который хорошо держит форму если вы не планируете украшать торт кремовыми шапочками то отмеряйте соответствующее количество ингредиентов готовый крем тщательно выглаживаем силиконовой лопаткой чтобы избавиться от пузырей воздуха часть крема предназначенную для шапочек я сразу откладываю а крем оставшийся для выравнивания перекладываем в кондитерский мешок я просто срезала край кондитерского мешка но для удобства можно использовать круглую насадку достаем торт из холодильника снимаем кольцо и убираем ацетатную пленку торт готов к выравниванию наносим крем по всей окружности торта из кондитерского мешка полосками равной ширины сразу же можно нанести крем и на верхушку торта теперь при помощи металлического шпателя и палетки выравниваем торт постоянно вращая поворотный столик снимаем шпателем все излишки крема с боков торта если появились просветы и пустоты то заполняем их кремом и вновь выравниваем шпателем когда бока торта выравнили разравниваем крем палеткой на верхушке торта затем вновь проходимся шпателем по бокам и снимаем палеткой образовавшуюся корону из крема каждый раз обязательно очищая палетку а шпатель и наш торт готов к дальнейшему украшению украсить торт каждый может по своему вкусу и желанию я сделала шоколадные оранжевые подтеки украсила двухцветными кремовыми шапочками и добавила немного кондитерской посыпки вот и готов вкуснейший тортик для семейного чаепития делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте готовьте и подписывайтесь на мой канал присылайте свои фото отзывы вконтакте если остались вопросы обязательно задавайте их в комментариях а сегодня на этом все до до встречи в новом видео